Для меня книга — это процесс мышления. То есть я думаю, когда читаю. Я же читаю нон-фикшн, то есть я читаю научную литературу или научно-популярную какую-то и так далее, но в тех дисциплинах, в которых я не являюсь специалистом. И я беру оттуда крупицы каких-то знаний, откровений, пониманий, каких-то вопросов, которые у меня родятся. И после этого эта книга... Есть у меня авторы любимые, условно говоря. Я обожаю Млодинова, например. То есть ничего нового в его книжках для меня нет, но как он исторически рассказывает, на мой взгляд, просто блистательно. Поэтому любая книжка, у него по всем вопросам есть книжки. Математика, физика, биология, всё что угодно. Вот. Возьмите, это вам будет прекрасно почитать. Психологии, про мозг у него есть. Всё замечательно. Дальше, например, есть... Кто у меня из любимых таких писателей? Ну, я имею в виду для... Я могу, конечно, любимых вам назвать. Вы просто будете потом ругаться, что я вам предложил Лакана почитать. Я его обожаю. Ну, он прекрасный. Семинары Лакана — это просто сказка. Понимаете? Он берёт какой-то фрагмент из Фрейда и начинает его пересказывать так, чтобы камня на камне на Фрейде не осталось. Ну, это просто произведение искусства. Вот. Есть Дэвид, сейчас, иглмен, иглмен, птица, 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 мужчина-птица. Игл, игл, орёл уже, орёл. Дэвид, он такой, какой-то болезнью, мне кажется, или не у него. А, нет, это не у него, это у другого. Это у Дэвида Ариэля есть. Вот, но его не будем читать. Ну, можете, вот. А, значит, иглмен, он очень хорошо пишет, реально, просто про мозг. Очень интересная книжка у него. Как бы он, он про суть вам передаёт, понимаете. Вот. Поэтому, ну, я даже не всё прочитал, поэтому я за всё не ручаюсь. И, да, вот ещё, читайте, Элхонен Голдберг. Его надо читать из просто патриотического восторга. Вот. Он тоже пишет популярные книги про мозг. Но, значит, он был русским, ну, евреем, русским, в Советском Союзе. И он учился у Лурии. Это наш Александр Романович Улурия, выдающийся. И он ехал, по-моему, в Америку, на первой волне эмиграции, там, в начале 70-х, полностью там. Это он сейчас там руководит научно-исследовательским центром. И у него, как бы, он очень хорошо знает международный, как бы, контекст исследований. А подход у него академический, прямо вот, как мы любим в России. Чтобы на века, вот, мощь. Таких не делают больше авторов.